Так, ребятушки, всем привет! Новое видео на канале, и сегодня, наконец-таки, долгожданная распаковка посылки с Nexus'ом. Nexus'ом? Почему Nexus'ом? С Pixel'ем четвертым. Давайте начинать. Поехали! Итак, давайте я вам расскажу краткую предысторию, как я к этому пришел. В этой коробочке лежит Pixel'ем четвертого поколения. Последний Pixel'ем, который я пользовался, был Pixel 2 XL. Отличный телефон, с отличной камерой, но с очень большими косяками в дисплее и вообще по функционалу. Я не смог долго пользоваться устройством, в итоге я его поменял на iPhone 11, вот так вот прямо с лету моему очень хорошему товарищу Никите. Никита, если смотришь, большой тебе привет! Но я iPhone 11 не стал моим устройством на много-много лет, потому что я, в принципе, меняю телефоны. Каждые 2, 3, 6 месяцев или год. Последним моим устройством был Honor View 30 Pro. Отличный телефон, который я брал под свои нужды, потому что я постоянно снимаю фото, видео, и там действительно очень хорошая камера. Но там проблемы. Там нет Google сервисов, которые я, естественно, туда накатил и установил. Но тоже был ряд недостатков, с которыми пришлось смириться. И сейчас, в поисках нового устройства, естественно, я выбирал себе. Я могу себе взять iPhone XS, iPhone X, который, в принципе, сейчас за свои деньги не стоит покупать. Я мог себе взять iPhone 11, iPhone XR. Да, в принципе, наверное, iPhone 11 Pro по деньгам потянул бы. Но, если честно, немножко устал от iPhone'ов. И надо было выбирать среди Android-устройств. И перед выбором, в плане выбора, был момент, когда я очень сильно захотел себе Xiaomi Mi 8. И ролик очень сильно хорошо зашел на канале, потому что люди реально пользуются этим устройством. И он реально хорошо снимает. И реально, в принципе, можно его использовать в 2021 году. Но меня очень сильно расстроила батарейка на этом устройстве. Тот бушный Mi 8, у которого есть возможность, то есть у меня есть возможность его потрогать, поиграться с ним, пользоваться системой. И я понял, что батарейка тает прямо на глазах. Ну и это как бы не проблема, потому что батарейку можно поменять и так далее, и так далее. Но все-таки хотелось и еще чего-то. Может быть, компромиссней, может быть, лучше, может быть, худше. В каких-то ситуациях вы скажете, Паша, Pixel 4 с батарейкой на 2800, это не такой себе хороший выбор. Но, действительно, это один из доступных Pixel, который может себе позволить, в принципе, сейчас каждый. И я расскажу, где и как я его приобрел. И давайте уже его распакуем. Естественно, Pixel на просторах интернета продается в основном на площадке Авито. Но очень надо быть аккуратным в этом плане, потому что, действительно, много обманщиков, мошенников и тому подобных людей, не очень приятных, связываясь с которыми, вы можете попасть, в принципе, как минимум на деньги, которые написаны в объявлении. Есть много видео у меня на канале, как не попасться на уловки мошенников на том же Авито. И спустя поиски, недели, кстати, поисков, я нашел человека по имени Андрей, которого я могу на данный момент всячески рекомендовать. Я думаю, что если вы ему напишите, что вы пришли с канала Гаджет Маня, напишите какой-нибудь, я не знаю, позовной, давайте просто будет буквой GM английский, я думаю, что он предоставит небольшую, но скидочку. Этот человек занимается поставкой пикселей с Америки, но на любительском уровне большую наценку не делает, поэтому очень выгодные цены у него в плане бэушки. Я выбрал себе Pixel 4 в белом цвете, оплатил. Он это все дело отправил с Деком. Про СДек будет отдельное видео, я крайне недоволен этой компанией. Это действительно компания, которая заставляет нервничать своих клиентов. И, в общем, будет все в отдельном видосе. Андрей все выполнил очень быстро, буквально в этот же день все отправил. И давайте посмотрим. Я просто в СДеке все это дело открыл, посмотрел, что там действительно находится телефон, что его не украли, не свистнули. Транспортная компания. И больше ничего не сделала. То есть вот такая вот упаковочка, еще это было запаковано еще в одну коробку и отправлено с Деком. Итак, перед нами, собственно, сам телефон. При этом смотрите, друзья, как упаковывает Андрей. Причем он мне сегодня сам написал. Доставка, во-первых, естественно. Одна из причин моих недовольств, это было то, что доставка задержалась. Здесь местоположенных до четырех дней доставка была 10. Вот так это все дело упаковано. То есть здесь еще все прямо в пленочке. И что у нас еще в комплекте? В комплекте у нас есть, я как понимаю, 18-ваттная зарядочка. Ставьте на паузу, кому интересно посмотреть технические характеристики. Вот такой вот кабель. Я, как понимаю, это, скорее всего, не оригинал. Ну, где-то что-то он приобретает, может быть, в Штатах, может быть, уже здесь, по факту, в России. И, собственно, сам телефончик. Давайте я сейчас его отсоединю от этой конструкции и вам покажу. Так вот, первая эмоция, которая у меня возникла, когда я взял этот телефон только что в руки, это, господи, какой же он легкий. Он легкий, компактный и действительно удобно, я думаю, будет удобно пользоваться одной рукой. Почему Pixel 4? Почему не Pixel 4 XL? Слушайте, друзья, я устал от больших телефонов. Я давным-давно говорил и буду говорить, что все-таки телефон должен оставаться телефоном. И сейчас очень мало компаний, которые делают действительно компактные устройства, при этом с максимально возможными хорошими техническими характеристиками, с хорошими камерами и со всеми флагманскими приколюхами. Так вот, здесь вот есть 90 Гц. Да, они адаптивные, скажем так, но их можно принудительно включить в меню разработчика. Здесь есть фирменная камера от Pixel, то есть от Google. Это действительно очень круто. И мне действительно хотелось белый. Почему белый? Сейчас он находится в таком кейсе, который, кстати, я не ожидал, что мне Андрей положит. Но, скорее всего, в комплектации просто шло. И давайте, вот первое ощущение прямо при вас. О, господи, здесь матовое. Это, знаете, это вот, это стекло, но при этом это очень, это прямо кайфы. Это прямо кайфы. То есть, блин, вот это, таким вот телефоном, вот я всегда говорю, так как оно есть, вот этим телефоном надо пользоваться тупо без всего, вообще без всего. Без стекол, без этих. Посмотрите, какое качество. У него было на выбор несколько вариантов. Естественно, я выбирал по косметическим факторам, то есть, чтобы это все было. Ну, телефон тупо выглядит и как новый. Естественно, это БУ. БУ с Америки здесь есть. За эту стоимость отличительная особенность, которая является то, что это лог на Verizon. На Verizon, то есть, соответственно, надо делать определенные манипуляции после сброса на заводские настройки. Но все это делается и хакается на ФОПДА, который, кстати, недавно был забанен, по-моему, по авторским правам. Но есть зеркало, и туда можно попасть. И, естественно, через АДБ определенные команды все это дело шьется. И до следующего сброса все будет работать так, как есть. Я попросил Андрея все это сделать. Ну, чтобы он это сделал. В принципе, инструкцию он и так может выслать. Но, в любом случае, все симки и сим поддерживаются. И по стоимости, друзья, по стоимости порядка 20, я не помню, сколько тысяч рублей. В общем, от 20 до 30 тысяч рублей. И это действительно устройство, которое полностью должно себя оправдать. Блин, какой же он все-таки клевый. По косметике, посмотрите, за эти деньги. Так вот, я забыл сказать, что была возможность взять за более низкую стоимость. Но аккумулятор там чуть-чуть послабже. А здесь Аквавью баттери показывает 87, по-моему, процентов показывалось. Сразу включается. Технические характеристики пикселей все знают. Это действительно OLED-экран. Здесь, в принципе, неплохой Snapdragon процессор стоит. Оперативной памяти у нас уже 6 гигов, в отличие от пикселя 3. Здесь у нас сканер лица, такой же, как в iPhone 10 серии и далее. Все очень быстро. И самое главное, что здесь, при использовании приложения, здесь есть... Так, это пока вот так вот. Здесь вот есть вот такая вот замечательная камера, которая должна меня порадовать в моей повседневной жизни. Господи, друзья, какой же он все-таки легкий. Итак, подводя итоги всему вышесказанному, что я сейчас, ну, скажем так, испытываю и чувствую. Потому что я всегда вам про мои искренние ощущения, то, что я получаю от удовольствия или, наоборот, какие-то антипатии от использования устройством. Сейчас я могу сказать по распаковочке, по факту приобретения. Андрей сделал все великолепно и хорошо со своей стороны. Все честно описал, предоставил честные фотографии, сделал все те просьбы, которые я его попросил. Отправил в тот же день, когда я ей оплатил. Но подвела транспортная компания. Об этом еще раз будет отдельное видео. Могу ли я рекомендовать его как продавца? Да, могу. Ссылочка будет в описании. Еще раз, если вы напишите ему, что вы пришли с этого ролика или с этого канала, я думаю, что он вам сделает скидку. Может быть, небольшую, но все-таки скидку. Если вы захотите себе приобрести Google Pixel любого поколения. Итак, что по поводу этого телефона? Естественно, я буду сейчас его настраивать, полностью эксплуатировать. Естественно, первое время я буду пользоваться его без чифла. Потому что, ну, блин, ну вот это, конечно, все со временем. Вот эта матовая поверхность, она просто не оставляет отпечатки пальцев. Если на экране отпечатки пальцев есть, то здесь их нет. Посмотрите, какой он просто. Это просто сексуальный телефон. Это действительно квинтэссенция всего того, что делала Google. Пару лет назад сейчас есть Pixel 5, который, ну, такое себе, Pixel 4a, который, ну, скажем так, в принципе, за свои деньги. Почему нет? Ну, вот в бюджете 20-30 тысяч, если вам действительно нужен Android на две симки. Здесь поддерживается eSIM, еще раз повторюсь. Если вам нужна качественная камера от Google, то это, безусловно, отличный вариант. Кстати, это видео снято на iPhone XS, поэтому, если что, оценивайте и звук, и картинку, такая, какая она есть. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Обязательно пиши до 0, если досмотрел до этого момента. Также пишите в комментариях, оправдан ли мой выбор. Своё мнение тоже. Ну, то есть, ваше мнение я жду в комментариях для того, чтобы подискотировать на тему выбора телефона в 2021 году. Пишите, какими телефонами вы пользовались, пользовались ли пикселями. Очень интересно послушать, если пользовались, то какой моделью и почему перешли, допустим, на другой телефон. Или до сих пор пользуетесь смартфонами от компании Google. Очень обидно, что они не продаются на территории России. Но вот такой вот комплект, вот такой вот телефон я получил в бюджете от 20 до 30 тысяч рублей. Подписывайся, комментируй. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok